Сейчас я хочу к вам уже как к международнику обратиться. Разумеется, свежая тема – это прошедший визит Путина в Эмираты и в Саудовскую Аравию. С фанфарами встречали Путина и летели самолеты с этими контрейлами, которые оставляли после башлейф в цветах российского триколора. И помним этот кортеж, который встречал его в Рияде. И улыбающийся наследный принц Бин Сальман. Но вот некоторые эксперты, то есть Сергей Фурса, украинский известный блогер, колумнист, говорит, что арабы, играющие ведущую роль в ОПЕК, даже вызвали наркомет Путина, чтобы разобраться с тем, что происходит. И да, нам, возможно, было эстетически неприятно смотреть на арабское лукавство, когда дорогого гостя так дорого встречают. Путину и Саудовскому принцу все-таки есть о чем поговорить, учитывая и общий диктаторский опыт в убийстве и расчленение журналистов. И в целом причина для этой встречи была совсем не радостной, намекая на какие-то дела в ОПЕКе. Как вы можете сейчас оценить, если у вас уже понимание, насколько это успешный был визит Путина, и насколько он был для него неудобный все-таки и вынужденный? Это была пиар-акция для Путина, и она была успешной, потому что вот та уже картинка, про которую вы рассказали, вот для этой картинки Путин туда и ездил. Строго говоря, содержательно этот визит почти ничего не носил и не нес в себе, и не мог носить, особенно в Саудовской Аравии. Вот если в Объединенных Арабских Эмиратах, там разница есть ОАЭ и Саудовская Аравия. ОАЭ – это довольно активный партнер экономической Российской Федерации, практически-то это сейчас такая ближневосточная и средневосточная Швейцария, куда все ездят, куда все ездят просто отдыхать, там миллион почти россиян, значит, прошвырнул за прошлый год просто поскольку они теперь не могут ездить в Цермат или в Кошевель, вот и поэтому им остается теперь ОАЭ. Плюс в ОАЭ довольно много российских предприятий, туда переносятся какие-то деньги, туда перевозятся какие-то деньги, это такой кошелек, ну вот как в Швейцарии, да, банки там и так далее. Вот Саудовская Аравия – это совсем другое, потому что вы знаете, как человек, который жил в Америке и знает Америку, что Саудовская Аравия последние 40 лет ориентируется совершенно откровенно на США, вот, и в этом смысле там с Путиным меньше каких-то закулисных вещей, вот то, что вы сказали там про Хашоги там и про Бен Сальмана, это, ну это такие, это такие вещи, такие пофлетарные вещи, да, это просто журналистские хлесткие фразы, но они на самом деле никакого отношения, вы сами понимаете, никакой Путин с Бен Сальманом не будет обсуждать, как нам подручные Бен Сальмана разрезали в Саудовском консульстве в Турции бедного несчастного Хашоги, который просто был дурак, как выяснилось, оказался дурак, потому что если ты в клинче с МБСом, зачем ходить в консульство? Это известно любому, так сказать, любому политбеженцу, что нам запрещено вообще не только ходить в посольство консульства, нам запрещено с ними даже общаться. Это же фактически ты просто, ты попал на территорию своего пожара. Конечно, конечно. И он может делать то, что хочет. Это дипломатически защищенная территория иностранного государства, экстратериальное образование на территории того принимающей стороны. Это опасное место, самое опасное место в любой стране для политического беженства. Это дипломатические представительства своей страны. И как он решил туда пойти, ну ему там, у него там свадьба какая-то была, ему нужен был документ. И вместо того, чтобы просто тихо, спокойно жениться по западным правилам, он обязательно хотел жениться, я не знаю, по мусульманским каким-то опричьям. И для этого ему нужен был какой-то там документ саудовский. Но тем не менее, эта история не могла не впечатлить Путина, который коллекционирует, знаете, целые вот такого рода изощренные методы убийства. Ну, в этом смысле и Бен Сальман, кстати, такой абсолютный цикл, циничный восточный диктатор, потому что, ну, надо сказать, что ему, у него тоже выбора никакого нету, потому что Восток – дело хитрое, и Восток – дело жёсткое. На Востоке, кстати, самые опасные места, где вот для шпионов работать, это Восток, потому что вот Запад – это цивилизация, все-таки там тебя арестуют, посадят в приличную тюрьму, дадут адвоката, будут кормить, там, я не знаю, выводить на прогулки, давать тебе заниматься писательской деятельностью, там, фишу рабелю давали, там, картинки рисовать в тюрьме, вот, а на Востоке там просто никто арестовывает, не будет, тебе горло перережут в каком-нибудь там подворотне большой крупной столицы, и всё, и до свидания. Вот, и в этом смысле для Путина, конечно, этот Восток приятный, в этом смысле для него это была приятная поездка, потому что обе, все обе стороны, значит, и Эмираты, Эмираты – это семь Эмиратов, которые, каждый из которых является государством, абсолютной монархией, и плюс саудиты тоже абсолютная монархия, вот, но, правда, МБС, он пока ещё наследный принц, там ещё папа-король, который старенький и больной, вот, он, кстати, с Путиным вроде там поручкался там, но разговора там у них никакого не могло быть, кроме там «how do you do» и там «какая хорошая погода». Вот, а дальше там всем заправляет сейчас в МБС его сын, Мохаммед бен Сальман, отсюда МБС. Вот, но и с Саудовской Аравией, и с Объединёнными Арабскими Эмиратами для Путина это не была приятной поездкой, это не было приятной поездкой, потому что обе страны работают в долларе. А доллар печатается Федеральной резервной системой Соединённых Штатов Америки, и США имеют право экстерриториальности на все транзакции в долларах во всём мире, то есть они присвоили себе право, они сказали, что всё, поскольку это наша валюта, всё, что происходит в нашей валюте, мы за этим следим, и мы устанавливаем правила, кто и что может делать с долларом. И такие страны, как Эмираты, которые, грубо говоря, живут за счёт бабла международного, да, конечно, был период, так же, как и у швейцарцев тоже, швейцарцы во время Второй мировой войны грабили евреев, бедных, несчастных, то есть, там сказать, у них получилось 50 миллиардов вкладов еврейских в Швейцарию, которые никогда не были востребованы, а по нынешним ценам это там уже за триллион уже перевалило, и они очень цинично, швейцарцы говорили, ну вот когда придут люди, которые кланят, мы им отдадим, а вот пока они не придут, мы не можем, потому что они завещание не оставили, мы не знаем вообще, кто они такие, зачем они такие, и вообще у нас, типа, номерные вклады, мы там просто пришёл человек, вот он должен назвать номер и пароль, и всё, мы ему отдадим эти деньги, а поскольку наследники не знают ни номера, ни пароля, то всё, до свидания. Так себе Швейцария, кстати, сделала основной капитал на этих еврейских деньгах во время Второй мировой войны, а также на деньгах, кстати, и эсэсовских, и нацистских, потому что в те же самые банки ходили на нацисты и эсэсовцы, и тот же самый Гиммлер, и прочие всякие Борманы, и туда же делали такие же вклады, и вот, и тоже частично не воспользовались ими, а потом туда же ездил Советский Союз к ПСС, как ПСС, вот, но самое главное другое, что вот мы начали с долларом, и США сейчас давят очень сильно на Эмираты и на Саудскую Аравию, чтобы они, значит, так сказать, заканчивали свои подпольные сделки с Российской Федерацией, особенно Эмираты, потому что Саудская Аравия, на самом деле, у неё оборот с Россией полтора миллиарда в год – это копейки, то есть там какой-то там даже не проценты, у Российской Федерации оборот примерно 500 миллиардов, там плюс-минус, вот, то есть, ну вот посчитайте, сколько там полтора миллиарда от 500 составляют, это значит, там даже меньше процента получается, да, вот, а у ОАЭ за последние три года удвоение объёма каждый год, и вот они в прошлом году дошли до 9 миллиардов, а в этом году, может быть, даже будет там 10 или 11 миллиардов, но это стало напрягать Соединённые Штаты Америки, и сейчас, кстати, вот все люди, которые с российскими паспортами там ошиваются в ОАЭ, они, кстати, все плачутся, потому что они говорят, что всё, так сказать, рай на земле закончился, теперь для того, чтобы открыть счёт, там даже, ну, просто такой бытовой счёт, какой-нибудь там маленькой фермёшки нужно ждать, там, 9 месяцев, год, полтора года, а если крупные, то вообще будут смотреть большую лупу и с большой неохотой, потому что если США, и, кстати, вот ОПЕК, организация, в которую входят и те, и другие, но Россия не входит, она входит в ОПЕК+, плюс в ОПЕК основная расчётная валюта – доллар, вот, и поэтому здесь Путин не может ничего сделать, а то он надувает щёки, говорит, да, мы продаём там за рупии какие-нибудь, там, за юани китайцам и индийцам, вот, ну и продавай, над ним все смеются и говорят, ну, если хочешь там за какие-то, за непонятно какую-то валюту, за фантики продавать, продавать свою нефть, ради бога продавай, потому что вот с рупием получается, что практически Россия отдаёт бесплатно нефть, потому что все эти фантики, которые где-то там числятся на счетах индийских, а использовать их нельзя, потому что они в рупиях, и чего в этих рупиях только в Индии можно использовать, а что в Индии покупать-то, грубо говоря, вот, чай какой-нибудь там, ну и вот… Ну, судя по всему, там рупии рупиями, Сергей, но там, судя по всему, арабы понимают, что Путин мухлюет, пытается их надуть, потому что рекордная сейчас выручка от продажи нефти, потому что, несмотря на договоренность ранее между Бен Сарманом и Путиным, укорочение, сокращение, извините, добычи, Путин подмахлёвывает и добычу на самом деле-то увеличил, судя по всему, и арабы знают, что он знает, что они знают. Ну, там внутренние расчеты, внутри опека, там, по поводу квот и так далее, там все всегда мухлюют на самом деле, и все… Это картель, который вообще, строго говоря, незаконный, потому что он открыто договаривается о ценах в ущерб покупателю. То есть, грубо говоря, они говорят, а вот сегодня мы сократим, потому что цена чего-то низковата, давайте мы подсократим, она увеличится, чтобы ограбить наших покупателей. Но они играть в это постоянно и тупо, и цинично не могут, потому что иначе покупатели просто начинают меньше покупать. Путин в этом смысле… Это даже сейчас не в пользу Российской Федерации, это, кстати, не идёт в госбюджет. Просто околопутинские олигархи сейчас пытаются вывести свои деньги таким образом и заработать деньги на войне и на нефти и на газе, потому что они просто создают своих дочек вот в этих самых в Арабских Эмиратах и у Саудитов пытаются, и им продают за копейки подсанкционную нефть, а дальше как бы уже фирмы такие арабские, ну, правда, с российским происхождением, уже ею торгуют на международном рынке и так далее. То есть, на самом деле, сложнее немножко система, но для Путина это была не самая приятная вещь. Самая приятная для него, естественно, была картинка, показать, что он может летать, он может съездить, вот, что он может и вот надувал щеки, значит, самолет его там в сопровождении четверых истребителей, потом вот этот флаг российский. Арабы, кстати, могут это, умеют это делать, это все красиво, там, это все протокольные мероприятия. Но я над ним, кстати, посмеялся в понедельник или во вторник, что что-то машинка одна едет в Абудаби. И тут же, когда он в Саудовскую Аравию приехал, там ему сделали кортеж вот такой, как и в Москве с челомозами, там черных много-много машин, с большими-большими мигалками.